Добро пожаловать в Зону! С вами вновь Роман и это игра Stalker Online. Выполняя задание «Секретная база», которое я еще не выполнил, но не знаю, когда вы будете смотреть этот видеоролик. На моем канале будет это видео или уже есть, в зависимости от того, когда вы смотрите мое видео. Ролик называется «Секретная база» в Stalker Online. Так вот, в ходе выполнения этого задания в поисках «Секретной базы» я наткнулся около базы «Закат» на интересного NPC. Зовут его Сеня Сапожников. Вот он здесь находится. Это такой биолог, ученый, который расположен здесь. И я взял у него задание. Задание называется «Теория происхождения жизни». Вот этому заданию и посвящено сегодняшнее видео. Некий Сеня Сапожников, представившийся то ли физиком, то ли биологом, попросил собрать меня образцы жизни в районе башни Тесла. Значит, первый пруд со слизью около башни, второй пруд со слизью, третий пруд со слизью. Дальше. На окраине болот тоже первый пруд, второй, третий, четвертый. Таким образом, семь фонтанчиков мне нужно найти. И дополнительно еще проверить целостность электрического щитка у подножия башни. Вот такое задание «Теория происхождения жизни». Ну, как я обнаружил это задание, если кому интересен диалог с этим Сеней Сапожниковым, отмотайте, вернее не отмотайте, а посмотрите, дам в описании ссылку на задание «Секретная база». Там в середине есть мой диалог с этим самым Сеней Сапожниковым, если кому интересно. Меня несколько сталкеров спрашивали, почему они не могут взять это задание, что для этого нужно. Ну, честно говоря, ребята, я не знаю, что для этого нужно. Возможно, репутация, возможно, необходимо перед этим выполнить какие-то предварительные задания в локации Тунгуска. Сказать не могу. Возможно, нужна репутация у ученых, потому что Сеней Сапожников ученый. А возможно, нужна репутация у наемников, потому что, как вы видите, местные охранники одеты в костюм наемников. Как бы то ни было, я не знаю, что для взятия этого задания нужно. В Википедии, в энциклопедии по Сталкер Онлайн относительно этого задания никакой дополнительной информации по репутации и выполненных заданиях нет. Поэтому точно сказать, что нужно, не знаю. Не могу. Ну, давайте я вам продемонстрирую свою репутацию, чтобы вы знали, как я взял это задание, какая у меня репутация была. Ну, вот, видите, вот такая вот у меня репутация. Все в плюсе, кроме торговцев. У наемников почти 4 тысячи, ученых почти 6 тысяч. Вот такая у меня репутация на данный момент, ребята, и я это задание без проблем взял. В энциклопедии по этой игре, по этому заданию, написано, что это задание многоразовое. И откат у него 96 часов. Не знаю, правда это или нет, но это мы узнаем после того, как я это задание выполнил. В конце этого видеогайда по заданию я предоставлю вам карту. В интернете я нашел эту карту, где отображены все места, где нужно собирать эти самые образцы жизни. Ну, все это находится в пределах болот. Несколько мест около башни Тесла и по окраинам. Ну, и щиток около самой башни Тесла нужно проверить. Так что начнем, наверное, я начну с поселка Радиус. То есть первый фонтанчик, первое место, это вот это вот озерцо, В3, второй сектор. То есть сейчас я вернусь в поселок Радиус, возьму... Ну, вернее, у меня уже там точка возрождения взята. Ну, а начну показывать эти места вот отсюда, с поселка Радиус. Так что, повторяю, это видео посвящено выполнению задания теории происхождения жизни. Я вам покажу все места, где мне нужно взять эти самые образцы. С поселка Радиус продолжим. Как я и говорил, начинаю свое движение из поселка Радиус. Первый фонтанчик будем искать в квадрате Г3, первый сектор, вот в этом вот озерце. Ну, следует быть здесь аккуратным, ребята, потому что студни, сами понимаете, особо вам тут не дадут житья. Вот они тут ходят, в этих вот озерах. Нам нужно найти фонтанчик. Нужно найти фонтанчик и попытаться не заагрить студней. Я одел костюм уголь, потому что здесь аномалии с зеленкой. Биологические повреждения делают. Так, где-то вот здесь вот. Должен быть фонтанчик. Ой, и тут, конечно, зеленки огромное количество. И облучение уже началось. Так, вон, кажется, вот это вот впереди, вот это что такое? Вот это, по-моему, оно и то, что нужно. Давайте-ка проверим. Вот это что за фонтанчики? Так, образец взят и помещен в контейнер. Тут все, даже мне не нужно здесь ничего делать. Ух ты, как это еще лучше, ребят. Я думаю, мне придется тут тыкать взаимодействие. Нет, не пришлось. Ой-ой-ой. Так что просто вы пробегаете и все. Запомнили место. Вот оно. Вот здесь вот. Второе место, где мне нужно взять образцы, находится здесь же, рядышком, недалеко. Этот же квадрат G3, но уже четвертый сектор. Бежим. Студни не провоцируем. Я сказал, что не провоцируем. А как я так? Умер. Продолжаю. Непонятным мне образом студни меня убили. Сразу три студни выплюнули свою жидкость. И они как-то на упреждение стрельнули-то. Потому что я же ведь бежал. Так, вон ходит студень. Нехороший. А вон в бинокль, кстати, можно видеть. Ой, а куда ты идешь, парень? Не ко мне ли? О, там сзади уже ко мне подкрался. Короче, вот, ребята, вот здесь. Вот эти пузырьки, видите? Опа. Все, я взял образец. И убегаем. Тут, короче, нужно постоянно бегать. Постоянно здесь нужно бегать. Так. Следующие у нас образцы непосредственно вон. Видите, как они стреляют? Они на упреждение лупят. Хреново, ребята. Сейчас тоже сдохнут. Да. Ну ладно. Следующие образцы, ребята, около башни. Сейчас туда побежим. Значит, первый образец я взял вот здесь вот. В3, второй сектор, вот в этом местечке. Второй образец я взял. Г3, четвертый сектор, вот в этом вот озерце. Ну, можно, конечно, тут эти ставить, меточки. Давайте поставим. Первый образец. Второй вот здесь был. Так. Остальные образцы будут, наверное, около башни Тесла. Сейчас туда прибегу и там уже буду включаться. Так. Тут все надо делать, оказывается, быстро. Ребята, ой, студень бежит ко мне. Надо скинуть. Студни. Короче, сейчас мы будем искать эти самые фонтанчики здесь. Но перед этим мне нужно использовать щиток. Я, кажется, его нашел. Вот он здесь находится с северной стороны башни. Там только студень вон мешает. Нужно, чтобы он ушел. Щиток находится вот здесь вот внизу. Под лестницей. Блин, вот студень как раз там ходит. Вон они, видите? Блин, вот этот студень, его бы убрать. Так, короче, вот он щиток, ребята. Давайте пока заагрились. Успел я, нет. Заюзать этот щиток. Убегаем нафиг. Ну, ребята, вы видели, где этот щиток? Сейчас проверить. Да блин, да кто стреляет? Ну, как со всех сторон был лупить это? Япона, мать. Нет, тут что-то студни надо, наверное, ребята. Это задание выполнять, когда здесь никого нет. Я имею в виду студни, когда здесь нет. Это просто, ну, как-то очень тяжело. Студни очень много. Так, давайте-ка откроем журнальчик. Да, ребята, у меня, видите, пропало. Обнаружил я. Этот щиточек, я его заюзал. Теперь мне осталось найти три места около башни. Да, первый, второй и третий пруд. Значит, ну, я знаю, где эти находятся места. Посмотрел уже в интернете. Значит, вот здесь, вот Г4, первый сектор должен быть. Вот в этом озерце. Второе место, вот в этом озерце. И третье место, вот в этом озерце. Но проблема, ребята, как вы понимаете, в студнях. Но мне только лишь нужно пробежать. Поэтому я сейчас посмотрю. В бинокль сейчас, наверное, сперва гляну. Где эти места? Бинокль, наверное, должно быть видно. Вон он ходит в студень, этот поросенок. Короче, где-то вот в этом озерце. Он уже лупит вовсю. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь только бежать, наверное, надо бегом. Где-то вот в этом озерце, ребята, я пока не вижу фонтанчиков. Давайте-ка отбежим на безопасное место, чтобы меня не пуляли. Вот в этом озерце, а почему-то не вижу фонтанчика. Где-то вот здесь. Странно, но я не вижу фонтанчиков. Давайте-ка спустимся. Лупят, лупят эти паразиты. Не, ребята. А вот они, вот они, ребят. Все нашел. Вон они. Видите, где эти фонтанчики? Все, пробегаемся и валим. Ой, валим, валим, валим. Эти паразиты лупят вовсю. Сейчас могу сдохнуть. Здесь нужны противоядия здесь нужны, потому что они накидывают свою слизь. А уголь у меня от яда не защищает. Так, ну, вы видели, да, где этот фонтанчик был? Можно уже ставить меточку туда. Вот здесь, вот в этом озерце, но только вот с восточного края. Так, у нас там... Это значит, у нас уже третий образец. Вот здесь, вот с восточного края. Так, и два образца вот в этом озерце и вот в этом, наверное, с западных краев. Сейчас мы... Ой, уже глупит в меня. Сейчас мы с западного края побежим. Попробуем найти. Так, пробуем найти вот в этом вот озерце эти фонтанчики. Вон они. Около западного берега, как я и предполагал. Пробегаем здесь. Ой, уже... Уже студень меня лупит. Бежим дальше, вниз, на юг. Где-то вот здесь тоже должны быть эти фонтанчики. Нет, наверное, вот здесь. Да, вот они. Ну, как я и предполагал. Все. Здесь мы тоже собрали. Теперь нам нужно в безопасное место куда-нибудь отойти. Очень много студней. Со всех сторон лупер. Да, не расслабишься. Герливок еще, по-моему, бежит. Да. Так, ну что, можно, наверное, уже поставить меточки. Здесь, наверное, никто меня не увидит. Так. Ну, как я и думал, вот здесь, значит, мы собрали третий образец. Вот здесь вот был четвертый образец. Вот здесь вот был пятый образец. Так. И мне осталось собрать еще два образца. Шестой и седьмой. На окраине болот. Так. Следующее место где-то где-то здесь. Четвертый сектор, квадрата до четыре, вот где-то вот тут вот. Ну, началось. И студний, и зеленка. А, вон, видите, фонтанчики, вон я не вижу. Сейчас бегом туда, потом назад. Вот эти фонтанчики. Собираем здесь образец, есть. и быстренько валим. Он тот студий на меня загрелся, не загрелся. По-моему, кто-то загрелся. Назад. Здесь как раз вот флаг базы Шторм. Две аномалии. Можно уже отметить. Так. Пятый, тут у нас, значит, шестой. Шестой. Шестой образец. Так. И седьмой у нас где-то вот здесь. да и пятом. Первый сектор где-то вот здесь. Или нет? Вот, по-моему, в этом озерце. Ладно, сейчас туда отправимся. Попробуем отыскать. Студни, конечно, мешают. Так. Вот в этом озерце как раз где троечка. И попробуем. Добежать туда. Пока выполнишь это задание, умрешь не один раз. Ну, по крайней мере, у меня так получается. Тут как бы, если одевать от мобов защиту кинолог, например, против студней, так тут зеленка, радиации нахватаю. Если одевать вот угорь, как сейчас. Блин, уже плюнул. Если одевать угорь, то он, видите, отравление постоянно мне кидают эти студни. Но зато от зеленки защита. Такой бы универсальный костюм, чтобы и от радиации защиты, и чтобы от мобов. Так, вон эти фонтанчики. Так, а вон там верлиок. Она, кстати, ко мне ведь побежит. Ее надо снимать. Студень-то, ладно, далеко. А верлиоку надо снимать. Вон эти фонтанчики. Можно уже сейчас отметить. Только верлиоку надо снять. Она ко мне точно побежит. Так, ну студень, наверное, не заагрится. Вот здесь вот седьмой образец. Сейчас мы его забираем и бежим на базу закат. Ой, уже пуляет в меня. Может его убить? А вон там медведь ходит. Ладно, не будем мы ничего тут мучиться. Сейчас просто забираем. Все, контейнер взяли и бегом валим отсюда. Так, там медведь, блин. С медведем еще сражаться. Так, медведь это... Это значит кинолог нужно надевать. Облучение пошло, блин. Облучение пошло, блин. Ой! Ой! Что за рев? Рыжий медведь! Хотел меня грохнуть. Так, облучение. Я же использовал антират. Ну, вот так вот, ребята. Семь образцов собраны. Щиток использовал. Значит, еще раз. Вот здесь вот первый. Вот здесь второй. Около башни. Третий. Четвертый. Пятый. Так, вот здесь шестой. Вот здесь седьмой. Ну и щиток. Около северной стороны. Вы видели, где это было. Все, возвращаемся к сапожнику базы Закат. Возвращаемся туда и сдаем ему это задание. И заодно посмотрим, какой откат на это задание. Приближаюсь к базе Закат. Интересно, какая награда. Он мне обещал там 200 тысяч в качестве награды. Сеня сапожник. Ну, это будет здорово, если такая награда. Главное, чтобы опыта хорошо подкинул. У меня, кстати, сейчас интеллект 8. Что посмотрим, сколько он мне даст опыта за это задание. Так. Собрал образцы. Щиток смотрел. Да, с ним все в порядке. Ну, вот твои деньги. Так, ну-ка, и что там? Какие деньги дал? Не, 140 тысяч дал он, ребята. Не 200, как обещал. 140 тысяч. Значит, ну зато опыта неплохо. Ух ты, смотрите, опыт выживания. 78 тысяч. Опыт поддержки. 84 тысячи. Вот это меня радует. Так, и смотрите, он мне еще дал предмет стабилизированный раствор. Так, репутацию тут тоже он мне какую-то тут... А, с военными уменьшилось. Блин, с военными у меня что-то все меньше и меньше. Надо будет заняться ей. Так, увеличилось у наемников, у ученых. Так, немаловат щитов для такой башни. Не электрик. Ученый. Ну, в принципе, все. Давайте-ка посмотрим. Стаб раствор на 10 использований. Ну ладно, хоть такой. Лучше, конечно, на 50 использований. Ну, на 10 использований тоже пойдет. Не очень густо, но тем не менее. Ну, меня радует, что опыт, конечно, и деньги 140 тысяч. Так, а что насчет повторного выполнения этого задания? Нужны еще образцы. Приходи через 3 дня, 22 часа. Ну, 4 дня, ребята, откат, видите? Откат 4 дня. Вот, кстати, игрок Почему квест не дает ученый? Вот я говорю, у меня уже, наверное, пятый человек спрашивает. Пятый человек уже спрашивает, почему не берется задание. Ну, ребята, я не знаю, почему не берется у вас задание. Репутация, вроде бы, он тоже, говорит, есть. Ну, давайте я еще раз покажу свою репутацию. Но мне все-таки кажется, возможно, это связано с заданиями. Может быть, какая-то цепочка заданий не выполнена. Ну, вот она моя репутация. Смотрите. Наемники теперь уже больше 4 тысяч. Военные, бандиты, вот. Охотники, ученые, сталкеры, белое братство. Вот она, моя репутация. Какие квесты делал перед этим на Тунгуски? Ну, квесты делал я в 2015, поэтому, честно говоря, не помню, что я тут, какие квесты делал. Наверное, все-таки, загвоздка в заданиях. Нужно предварительно какое-то задание выполнить, наверное, из-за этого он не дает. Не знаю. На этом все, ребята. Буду заканчивать это видео. Ну, и в конце я обещал карту. Ну, в принципе, вот она. Наверное, не знаю, стоит, не стоит дополнительный скриншот делать. вот так вот. Смотрите, ребята. В принципе, все видно. Еще раз показываю. Значит, щиток вот на северной части. Значит, первый образец, второй образец, вот здесь вот третий образец, четвертый, пятый, шестой, вот здесь седьмой. Вот так вот. Думаю, до этого достаточно. Все. Спасибо за внимание и до новых встреч в зоне. Увидимся.